Я про себя скажу, что я проходил обучение у Станислава два года назад по курсу комплектации, мне это многое дало, интересный был кейс такой, единственное, что могу сказать, что до конца на наших проектах не удается эту услугу продавать, потому что, наверное, не та целевая аудитория. Но, тем не менее, глубина познаний в этой сфере, она такова сейчас у меня, что я понимаю, что это серьезная услуга, и если ее делать, то делать по-нормальному, да, и понимаю, почему это стоит, должно стоить 10%. Еще я хотел сразу в развитию темы задать такой вопрос. Станислав, а почему компрометирующий? А почему так, вот я коллег опрашиваю, и в регионах, почему так мало системных студий в России вообще? Вот мне кажется, на таком уровне системности, да, с CRM и так далее, ну, мало, мало, реально мало дизайн-студий. Почему так? Хочу сказать, первый вопрос, ну, не то, что вопрос, да, такое утверждение, что не до конца получается внедрить. На самом деле, тут, как бы, есть люди, которым не нужна комплектация, ну, либо они думают, что они сами сделают, и это нормально, такое бывает, то есть мы тоже не для каждого делаем. Самое главное, как мне кажется, когда ты понимаешь всю систему, ты, если у тебя не заказывают, то, как бы, ты это не делаешь на авторском надзоре. У нас же какая проблема основная, что люди делают то, за что им не заплатили, несут за это ответственность, и делают это, вроде как, как будто должны. А так, ты говоришь, вот есть услуга, хочешь покупай, не хочешь не покупай. Ну, это так, ладно, отдельная история. Что касается, почему, ну, сложно сделать или почему так мало системных студий, на самом деле, ну, их не так мало, то есть для того, чтобы, ну, как бы создавать вот эту вот тему, да, чтобы двигаться вперед в плане системности, нужно, ну, немножечко себя подвоспитать, да, нужно немножечко мозг подстроить в позицию вот такую, что ты, если что-то делаешь, ты делаешь это не просто так, лишь бы было, да, и лишь бы получить результат, а ты делаешь это, чтобы получить результат последовательно и с возможностью передать кому-то. Вот, и я считаю, что, как бы, дизайнер и мозг дизайнера может это сделать. Вот, и часть людей это делают, часть людей не делают. Вот, соответственно, почему не получается? Потому что это достаточно сложный процесс. То есть физически изменение мышления с творца на организатора, на системного организатора, оно требует, ну, как бы, отдельной работы над собой. Это не всегда удается, не всегда есть вера в себя, что это получится, не всегда там есть технология. Даже у кого-то есть технология, ну, вот взять, допустим, книгу, да, там технология же описана. А почему люди не делают? Почему у кого-то не получается продавать или почему у кого-то не получается там что-то? А потому что недостаточно взять технологию из книги или из материалов, нужно пройти это все. Поэтому самая основная сложность заключается в трансформации знаний, которые ты получил, из вебинаров, из книг, из других каких-то материалов, которые ты видишь, из ютуб-каналов, в свою деятельность. И вот это такая достаточно серьезная история, ну, и она делается либо в группе на обучении, либо там лично, персонально чаще всего, ну, либо самостоятельно, но просто подольше тоже может быть. В развитии темы тогда скажи, а может вот есть, есть такое понятие, как степень системности там, или системность она есть, либо ее нет. Ну, допустим, я на своем примере приведу, то есть у меня нет, допустим, жестких графиков, вот как в некоторой студии, у них есть жесткие графики движения по договору, да, календарные графики каждого объекта, да, у меня это все более творчество, хотя у меня есть команда дизайнеров, вот, но, допустим, и какие-то вещи я постепенно как бы нашпиковываю, структурирую. То есть, допустим, я обратил внимание, еще уже лет пять назад внедрил огонь технического задания, да, разделил договор на этапы, как мы говорили, и вот конфликтные ситуации с клиентами, которые возникали, их действительно проще разрывать этапно, когда это в договоре прописано, что, ну, вот столько сделали, вот ваши деньги, вот мои деньги, ну, там все прекрасно. А не то, как там, ну, как мне сказал, есть один клиент, который мне сказал такую знаменитую фразу, мне, у меня договор на дизайн-проект, мне не нужна машина с тремя колесами, мне нужна с четырьмя, вы не уложили срок, верните деньги. Ну, спасибо этому клиенту, он меня на всю жизнь научил, вот, поэтому я вот хотел спросить, все-таки степень системности есть, или это либо оно ноль, либо единица, да, либо есть какие-то промежуточные стадии, как вы считаете? Слушай, ну, конечно, есть, и именно все эти промежуточные стадии проходят, то есть я, как творческий человек, я тоже, я не управление с ней разу, я не умею делать ни графики, ну, это не мое, я не люблю это делать, но это не значит, что я не могу взять менеджера, который умеет за всем этим следить. То есть я на самом деле считаю, что системность, она, ты один раз прописал, сделал правила, понял их, ну, как ты дизайн-проект делаешь, ты не обязан быть строителем, чтобы воплотить это все, то есть ты не обязан там уметь штукатурить, там, под ноль выводить отметку стяжки, самостоятельно все делать, там, ходить в сапогах и так далее. Ты сделал проект, так же и здесь, ты сделал как некую идею, ты поставил дальше менеджера, и для меня менеджер и системный вот этот вот процесс, он звучит примерно так, как в жизни это работает. То есть я как дизайнер, как автор, я хочу, чтобы мне сегодня говорили, что у меня есть там два дня, например, на планировку, мне пусть менеджер это скажет, пусть он назначит мне менеджер встречу с клиентом через два дня, я уже буду знать, что у меня есть дедлайн, что встреча назначена, я приду, я согласую, потом менеджер же этот поможет взять деньги с клиента, то есть не я должен обсуждать бюджет, то есть у нас система как бы отдельно, творчество отдельно, это очень сильно помогает, ну, в творческом плане, вот, поэтому система на самом деле, она как бы помогает. что касается есть или нет ну есть у всех да но может быть не там короче есть очень сильно замороченные люди да вот в плане там всего они идут именно в управление и сто процентов они систематизатора вот это не нужно если ты хочешь оставить себе часть творчества оставляй себе часть творчества но как ты правильно сказал должен быть хотя бы тебя договор прописан утвержден должно быть техническое задание ты должен знать что делать в конфликтных ситуациях если они будут и желательно чтобы у тебя были такие документы когда конфликтные ситуации когда война возникает когда клиент думает что он сможет тебя как бы забрать все деньги да а ты думаешь например что ты можешь ему там что-то не додать например да или там не хочет доделывать истинно то она всегда посередине и умение следовать правилам она дает тебе возможность это умение эту середину видит документально вот как бы только и всего но ты не обязан как творческий человек это делать есть менеджер который за этим занимается поэтому с одной стороны да ты должен все процессы понимать также как визуализацию должен ли дизайнер делать визуализацию как бы было бы неплохо но не обязан он может нанять визуализатора и он будет делать нормальные визуализацию по проекту так спасибо спасибо станислав давайте по регламенту перейдем к антону я думаю что мы еще два раза успеем сказать более у нас последний блок антон расскажи немножко о себе и тоже по поводу своего пути и системности в работе какие ты применяешь инструменты для эффективной работы для системы организации да спасибо я понял вопрос хочу рассказать на примере своей студии как все устроено может она не такая конечно системная как у станислава тем не менее она работает и я бы хотел поделиться своим опытом в этом плане ну про структку студии пару слов расскажу то есть сейчас люди состоит из пяти человек то есть это я руководитель старший дизайнер младший дизайнер 1-2 человека визуализатор и также графический дизайнер здесь некоторых возникнут вопросы отсюда здесь взялся но на самом деле зачастую многие клиенты просят комплексно подойти к дизайну например разработать сразу новый фирменный стиль или логотип либо допустим сайт для их какого-то магазина или какой-то услуги вот я как руководитель студии общаюсь с клиентами занимаюсь поиском и договорными различными обязательствами то есть составление договоров встреч назначения и так далее старший дизайнер общается непосредственно со мной первую очередь по поводу текущих дел в студии и по поводу текущих проектов и передает все задачи для младшего дизайнера и контролирует ход работы визуализатор понятно чем занимается здесь этого вопросов не будет парочку слов вообще в принципе о философии то есть для меня это очень важно философия атмосфера которая строится внутри команды у нас студии нет какого-то жесткого графика или тотального контроля то есть я вообще в принципе стараюсь привнести какое-то ощущение неформальности и ну то же самое свободу каждого сотрудника то есть вы ничего морально не давило на работника потому что я сам какое-то время работал по найму и прошел через путь и для меня здесь я все время хотел от этого уйти то есть и чем больше свободы вообще даешь на самом деле тем больше человек начинает осознавать начать осознать ответственность за свою работу перед заказчиком так далее вот но такие люди далеко не все к сожалению которые готовы взять эту ответственность но такие люди у нас не задерживаются этого на самом деле как раз нападает в вузе то есть там все напоминает немножко такую игру которая далека от реальности в нашем коллективе не употребляю таких слов как работник или подчиненный то есть мы все партнеры на самом деле да расскажи как у вас устроена то есть финансовая модель по прибыли то есть это на зарплате у тебя плюс процент либо просто вы делите доли доходом и расходом во первых это юридическая страна это индивидуальный предприниматель я у эсэ на обычные 6 процентов у нас работа сдельная между сотрудниками то есть у каждого сотрудника есть своя процентная ставка в зависимости от его уровня навыков ну и как долго он в нашей команде но на самом деле это не так важно как долго то есть если себя человек хорошо зарекомендовал сразу да и влился в процесс соответственно не грех сразу поднять ему процентную ставку еще один момент такой мы 5 процентов от всего дохода от студии от прибыли мы откладываем сразу на развитие студии то есть это какие-то расходы допустим на корпоративные мероприятия обучения покупка тех же самых 3d моделей и текстур какие-то моменты дальше я бы хотел немножко поговорить про инструменты да совсем будем то есть дельно или все-таки оклад как смотрел запись в интернобовского он беседу час с братьями жили рассказали свою историю о том что как раз они бегали пять лет назад думали как 15 там десяти человеком заплатить зарплату два раза в неделю да потом какой-то момент поменяли структуру на сдельную сейчас полностью у них стильно происходит оплата и мотивация повысилась сотрудников и кстати постоянные участники ушли у них сейчас средний срок жизни как они выразились дизайнера 20 полтора-два года скажем так потом друзья нормально то есть у них есть своя школа где кадры соответственно ротируют и вот как ты думаешь то есть это более эффективная схема работы нежели там обычная зарплата да наверное с позиции бизнеса такой подход более эффективным то что сейчас ты рассказал а вообще ну конечно коллектив и вот это вот чувство когда ты уже сработался с людьми то есть ты уже сто процентов доверяешь каждому человеку это стоит дороже наверно чем вот эта текучка вот и бизнес ну доход не знаю насколько я прав но вот у меня такая такой взгляд мне все короче бизнес как семья я понял довольно интересно давай я еще прокомментирую тоже если можно я просто проходили все эти моменты имеет смысл в общем ситуация такая уздельная оплата либо оплата зарплатная это организационные решения это ни в коем случае как бы то есть можно и так и так нет не зависит ни от чего это зависит от того что человеку ближе то есть есть люди предприниматели которым которые хотят зарабатывать сколько они сами заработают есть люди которым важна стабильность и те и те могут быть прекрасными дизайнерами поэтому по сути если ты платишь специалисту месячную оплату и он нормально работает то что тебя устраивает то ты покупаешь его время оптом то есть это просто организационное решение и я думаю что не нужно этому сильно много значения придавать то есть как тебе удобно и как удобно сотруднику так и договаривайся но считать по финансовой модели ты обязан в любом случае эффективность ну чтоб ты понимал как бы ты платишь этому специалисту как бы больше или меньше чем нужно то есть на условно насколько ты ему на рубль вложенный сколько у тебя возврат инвестиций есть это делается можно вообще его даже в это не посвящать это делается отдельно в системе в которой ты считаешь деньги и время это вот надо делать для управления примерно такая история спасибо станислав давайте елене дадим слово директор компании artvision 54 в новосибирске и тоже занимается управлением персонала расскажи свое видение по как у вас происходит происходит эффективно ну организовывается работа так вы повышаете ее эффективность у нас работа организовывается всегда индивидуально под проект в зависимости от загруженности всех сотрудников у нас все сотрудники с высшим архитектурным образованием всех офицированные в принципе даже визуализаторы у нас могут выполнять работу дизайнера и чертить и могут подключаться к различным видам работ мы конечно стараемся сейчас разделить по эффективности максимально то есть выявить самые сильные стороны и пожелания каждого сотрудника чтобы каждый занимался своим делом но у нас пока получается так что может вообще весь проект отвести один дизайнер может могут все подключиться вся студия может подключиться к одному проекту если это какой-то крупный проект и тогда вся работа делится бывает по-разному я выполняю функция арт-директора и менеджера проекта также и исполнителям и дизайнерам тоже в зависимости от ситуации есть проекты которые я веду самостоятельно развитие темы вопрос вот многие мало дизайнер и руководители уделяют внимание именно менеджменту и вот само понятие должность менеджер проекта вот мне интересно у вас в студии все-таки эта функция завязана на дизайнере часто да или это выполняешь только ты или есть объекты по которым ведущий дизайнер является и менеджером проект одновременно у нас есть очень опытный дизайнер который работает у нас много лет которому мы доверяем вести менеджмент проекта и он все объекты ведет да нет не все только который ведет этот дизайнер а остальные ты получается да по оплате у нас прописана полностью таблица каждый может увидеть сколько он заработает в конце месяца у нас каждый вид работ оттенит в процентном соотношении от общей стоимости проекта и можно любой проект просчитать кто какие виды работ выполняет они просчитывают и суммируются в конце месяца я коллеги хочу задать себе вопрос кто подключается разные специалисты на один проект и каждый знает какой вид работы он выполнил и может самостоятельно в этой таблице просчитать ну то есть я изначально эту таблицу заполняю по квадратным метрам по расценкам и я коллеги хочу задать себе вопрос кто какие серые используют да я про себя скажу что я в этом смысле очень такой человек ленивый максимум что я освоил это модерлист теперь его нет его закрыли я использую туда но это простейшие кстати всем участникам часто рекомендую это приложение это постановщик задач которых вы можете там группы объединять это простейшая штучка с которой хоть что-то можно начинать какую-то систематизацию там есть возможность формирование групп возможность постановки задач со временем прикрепление файлов ну понятно что такого функционала как в битриксе нету и так далее вот мне интересно Елена вы я понимаю в битриксе работаете удается ли постоянно держать или все таки это идет идет он всем надается сваливается и соответственно просто там на бумажке где-то там а такой-то проект горит там что как происходит у нас есть фокус сетевого облака который подключен к каждому компьютеру так как мы работаем в офисе неудаленно и в основном вся информация всегда по проектам находится в этой папке и все все сотрудники имеют доступ к этой папке где лежат все вся информация начинает договор и заканчивая готовым альбомом вот стас написал про basecamp я хотел спросить сколько стоит лицензия на него да я слышу там есть разные лицензии там есть вторая и третья версия есть бесплатная версия до трех проектов basecamp 2 стоит 20 или 30 долларов в месяц и максимальная 100 долларов в месяц там те место дают еще что-то но мы платим сейчас 50 примерно в месяц это где-то там ну с проектом достаточно много там можно вести там больше 20 наверное даже больше но почему у нас никогда не кончались и место там что-то 500 гигабайт что ли ну примерно 50 долларов в месяц антон маска да тоже есть опыт работы в трейл а парочку проектов них точнее в нем вели но как-то нам ближе все-таки маркерная доска и утренние планетки в офисе если есть такая возможность конечно это более эффективно но если удаленно туда трейл работает отлично ну кстати хочу сказать что коллеги сейчас вот такое интересное время да и вот те как раз бизнес которые организованы удаленно да как то что станислав делает у меня почему-то так сложилось что сотрудники все работают удаленно и офис в основном является только местом встречи с заказчиками не более того у меня вообще офис 20 квадратов у меня собственности находится я пока не ощутил что он должен быть больше насколько насколько изменилась сейчас у вас ситуация в работе вот при новых при новых при пандемии скажем так по процессу или расскажи и потом стас нас хватило на три недели самоизоляции мы поработали в самоизоляции нам это оказалось довольно сложно организовать так как все сотрудники и мы привыкли каждый день приходить в офис устраивать планерки совещания все постоянно общаться онлайн выдавать друг другу вопросы и мы коммуницируем ежеминомно и работа удаленная для нас оказалось не очень удобно и мы вернулись в офис и соблюдаем социальные дистанции уходим в масках у нас санитайзеры в офисе в общем все как нам диктует наше правительство на работе мы в офисе Стас, коллеги, свои спецы ну слушай у нас как все было так и осталось мы берем на работу людей которые мне нужно тусоваться вместе которые просто знают что нужно делать и они делают просто свою работу соответственно мы у нас нет никаких задач чтобы мы встречали мы встречаемся один раз в неделю у нас есть совещанием примерно на час на котором каждый презентует что он сделал за неделю какой он молодец либо наоборот в чем нужна помощь и собственно презентуя результаты больше никаких общений у нас совместных нет то есть идет общение внутри команды по соответствующим проектам ну и все то есть я в принципе никого не вижу кроме как раз в неделю я участвую на совещаниях и если мне нужно согласовать что-то как ведущего проекта либо поработать с клиентом тогда я уже сам непосредственно с ним связываюсь по задаче которую мне ставит мой менеджер помощник все на такая история и вопрос работать можно по-разному да как вот условно собираться и тусоваться и либо отдельно это зависит от того какая у вас там философия как мы набрали людей каких и как мы хотим поэтому можно и тех и тех взять это хорошо что разные способы есть нет нет конечно можно ты можешь по телефону то есть у нас короче если тебе нужно решить задачу может быть домой приехать и там человек не отвечает и в принципе это твоя задача сделать так чтобы задача была решена это на твоей ответственности но если я за нее отвечаю поэтому я могу звонить писать и вот писать домой приезжать дверь стучать то есть какая разница главное чтобы задача была сделана и в бейс кампе или где-то в системе ведения проектов мы фиксируем только результаты то есть у нас там не идет ну то есть условно ты принял задачу напиши что я принял например все дальше все что ты делаешь для того чтобы ее реализовать ты делаешь где хочешь твоя зона ответственности у нас все сотрудники они как бы отвечают за свой результат вот это основная часть если человек не может отвечать за свой результат то он соответственно не сможет работать самостоятельно не сможет работать удаленно но слава богу из-за удаленной работы есть другие тысячи и тысячи человек которые будут работать как нужно и на своего в том числе ну им будет доставлять удовольствие что они знают что делать и нет вот каких-то таких непонятных вещей что им надо с кем-то советоваться они знают что надо делать организационные виду а по творчеству естественно то есть у нас есть возможность то есть допустим мне может написать любой сотрудник с кем я могу поработать лично то есть если нужна помощь я всегда открыто написать письмо клиенту решить сложную ситуацию там комментировать по планировке там что там то есть помощью всегда можно запросить и получить это вообще не вопрос потому что телефон всегда с нами то есть я вот получаю уведомление тут же смотрю там на прогулке даже просто могу выйти человеку ответить либо голосовой записать и он уже пошел работать то есть такая поддержка на естественно присутствует но это не обязаловка это инициация со стороны самого сотрудника мы сидим вдвоем с главным дизайнером в офисе все остальные на удолетке поэтому все прекрасно пока так так понятно калибе нас еще 15 минут давайте еще у нас есть что как сказать рассказать аудитории по данной теме у нас ангелина что-то хочет уточнить а я хочу знать что просить скажите пожалуйста я сейчас для наших участников нас нормально слышно просто мне позвонили когда мы говорим модераторы говорят то есть эхо да нет ну вот нормально нормально бывает эхо да ну вот я не знаю с чем это связано на самом деле но я еще такую вещь хочу спросить участников давайте задам вопрос и на этом мы будем завершать нашу работу по поводу эффективной работы да как удается вот начнем с тебя разделять личное и рабочее время и пространство то есть допустим вот телефон звонит да а когда он прекращает звонить слушай ну я такой человек под настроение мне нужно чтоб настроение было для работы если мне не идет я не делаю то есть у меня есть такая возможность у меня есть запас времени по всем проектам да и если я сам не могу сделать я либо делегирую кому-то ну если наоборот я хочу что-то делать я могу и ночью посидеть то есть я сам контролирую что мне делать а что не делать что касается телефона но и как бы это же я им управляю я могу выключить отложить и уйти гулять а могу наоборот взять и смотри то есть я сам решаю собственно что делать вот что касается проектов которые мы ведем ну для клиентов то там есть срок регламент очень важно не выходить за срок ну потому что если ты выходишь по качеству еще можно пободаться да в том числе там в суде или еще где-то но за сроки если ты не сделал вовремя то очень большой шанс заплатить там неустойку очень серьезным вот поэтому у меня главная задача менеджера чтобы ну как бы сроки соблюдались если я участвую в этом проекте как ведущий дизайнер либо как арт-директор то я обязан соответственно быть на связи это делать либо я должен не брать на себя эту функцию либо я должен работать как все вот это важная вещь одна из основных вещей систематизации работы не то что ты вот построил это отдыхаешь там сидишь а то что ты являешься тоже членом команды и другие люди на тебя рассчитывают поэтому если я участвую в проекте другие люди на меня рассчитывают без моего одобрения допустим они не могут выпустить проект то я обязан быть на связи там рабочее время там с десяти до восьми чтобы они имели возможность со мной согласовать поэтому и либо я участвую либо я не участвую вы делаете сами тогда как бы меня не трогайте ну то есть если у меня там отдых или что-то еще у меня вообще никаких звонков нет у меня звонки принимает помощница соответственно но вот сегодня я поговорил с потенциальным клиентом ну вот она мне утром сказал что есть там заказ на 200 метров квартира вот я с ним поговорил сказал присылать исходники но вот сейчас с вами побеседую посмотрю сейчас что он прислал и дам ему коммерческое предложение ну то есть у меня я являюсь основным продавцом получается поэтому соответственно сколько у нас запросов уже конкретных под работу столько я отвечаю то есть 12 звонка в день например а функции ведущего дизайнера они в основном заключены в том чтобы ну как бы согласовать результат работы с клиентом то есть это встречи встречи они не каждый день делаются а только вот и сделал техническое задание ты соответственно презентовал ты сделал ну то есть как бы это один день там ну просто время выделяешь ты сделал планировку ты запланировал два часа на согласование планировки вот ну примерно так больше мы не общаемся у нас нет такого что клиент звонит и говорит а давайте вот там еще подвинем чего-нибудь он может это сделать но только формате когда мы будем презентовать что-то иначе это будет не проектная работа мы просто срок тогда не успеем я объясняю людям что говорю ну смотрите что вы в срок хотите успеть хотим тогда давайте вы все комментарии скажите либо моим менеджером запишет но обсудим мы их как бы навстречено единой значит либо просто навстречено единой вы сами их озвучить иначе если мы будем реагировать на каждую историю то есть мы просто не успеем и то что вы на платите она как бы бессмысленно вам выгодно фрилансера взять и с ним там его дергать если вы хотите дергать как бы это не ко мне примерно так у нас в течение рабочего дня очень много звонков от заказчиков подрядчиков под рабочих настройках всех я стараюсь всех ограничить до 8 часов у меня были клиенты которые просыпались только в 10 вечер в 10 утра и для них я только делала исключение потому что они целый день работали могли общаться только поздно вечером и я пошла навстречу и отвечала им в 11 вечера я специально планировала что вот мне сейчас начнут писать и буду я сейчас мочью отвечать но это был единственный случай сейчас я стараюсь не в выходные дни рабочие дни не выходить на связь клиентам я отвечаю что отвечу понедельник например если не пишет выходные спасибо Антон Антон да 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 на самом деле похожая ситуация но клиенты разные бывают кто-то позволяет себе в 11 писать и ближе к первому часу ночи но мы как поступаем стараемся деликатно тактично отвечать что информация принята ответим в рабочее время вот на следующий день это нормально если для кого-то из клиентов это первое время дико то что ему не отвечают на его вопросы какие-то то потом он привыкает и понимает вот так у нас есть рабочая группа мы с каждым проектом заводим рабочую группу латсапе в которой ведем собственно всю переписку с заказчиками такая схема работы спасибо коллеги за ответы я про себя хочу сказать что вот я недавно готовил лекцию о психологии общения заказчиком я раскрывал там тему тему ожиданий и я резюмирую сегодняшнюю четвертую каким образом что мы сами имеем право рассчитывать на тех клиентов с которым нам удобно работать так как нам удобно работать а единственное что до этого донислав не даст соврать нужно просто сформировать канал привлечения правильно чтобы спрос был избыточный тогда мы сможем выбирать самом деле мысль очень простая но приходит она не все могут озвучить то есть формируя избыточный канал привлечения да мы и таких историй очень много мы можем выбирать вот как стас говорит значит вы не наш прием если вам надо звонить мне два раза в день там в течение часа каждый час ну вы не мой прием потому что у стаса там очередь стоит да и можете позволить взять другого то же самое как миша шапочников рассказывал свою историю да когда они повышали цену и просто полтора раза через каждые полтора года повышали цену дойдя до потолка в своем городе по моему шесть с половиной тысяч до Екатеринбурга да они поняли что там нету спроса на такую цену переехали в Москву и соответственно сейчас у них стоимость квадратного метра что-то в районе 18 тысяч вроде бы и тоже есть соответствующий канал привлечения видео youtube канала вот такую завершающую мысль хотел сказать если есть еще у кого-то желание высказаться пожалуйста и те кто смотрит пишите задавайте вопросы осталось 7 минут но мы на самом деле у нас последний блок да и поэтому мы можем говорить чуть больше потому что у нас никто не ограничит и следующих спикеров уже нет мы так сказать завершающие и вот кстати стас написал в общем чате стас написал я считаю что дизайнер сам должен планировать время договориться с клиентом чтобы было удобно и и вам и и мне не должны диктовать как работать дизайнер устанавливает правила отвечать на вопросы надо но не дизайнера менеджера собирает материалов потому что дизайнер утверждает да действительно где есть система где есть возможности вводить такие штатные должности как менеджер как секретарь конечно лучше это и делегировать я могу сказать что я еще не до конца прочитал книгу стаса но в одном интересном месте там было написано человек храус человек система я почитаю я думаю это точно система как раз любите решать вопросы по телефону галочку ставить потому что с ним невозможно ездить куда-то мы как-то раз приехали красноярск на лет это все сюда он разговаривал по телефону все время перед лекцией гриша давай посидим поговорим там расслабимся там возьмем покушать чай попьем это невозможно реально все телефоны это его телефоны все звонки после лекции тоже все на про кого-то историю на самом деле я знаешь что с какому году пришел что возможно что это мой тип личности да и я могу это каким-то образом регулировать но мне просто блог даже написать не проще позвонить ну зачем создавать значит это мой путь я работаю и главное понимать действительно с кем и партнерство находишься сейчас для того чтобы не было ну и наверное история звонков это такая я по себя тут уже очень часто на фоне да наверное да человек хаос и у меня и супруга ругается да что я вечерами могу и вечером и вчера там в 11 вечером не позвонили и вот я спокойно поэтому на самом деле отношусь и разговариваю решать какие-то вопросы ну вот ну вот такая у меня судьба наверно да постоянно быть на связи и если есть вопросы но это хорошо значит я кому-то интересен ну значит да значит могу решать что-то вот и наверно да у всех есть своя миссия и своя задача по поводу этих звонков да кто-то кайфует от бесконечной работы написала елена я написала нет я жучу жучу да 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 вот ну давай прокомментирую тоже как бы есть что тут по этому поводу сказать на самом деле вот вы сами сейчас сказали что вам действительно это нравится это прикольно это интересно и я бы наверное просто задал бы себе еще вопрос то есть условно там чего я лишаюсь испытывая в такое удовольствие в работе то есть а лишаюсь я допустим ну свободного там времени например на отдыха еще что то то есть все что мы говорим систематизация тоже не панасея это как бы некий инструмент который позволяет выводить на основной уровень и позволяет нашему мозгу в дальнейшем решать новые задачи и безусловно очень приятно работа дизайнером то есть я когда делал визуализации а днями и ночами сидел делал визуализации общался с клиентами в какой-то момент я встал и понял что я не был в отпуске 7 лет вообще нигде я вот бесконечно 24 на 7 работал я думаю что у многих точно так я понял что в принципе ну как бы жизнь она очень интересно ну но есть не только работа и хочется делать более крутые проекты то есть хочется масштабироваться не квартирки делать маленькие там делать не баскировать там какие-нибудь да или еще какие-то вещи именно система именно движение вот это вперед когда ты сгружаешь себя часть она позволяет тебе выходить на новый уровень вот мы подумали в команды до приняли решение что мы будем менять именно внутреннюю наша организация не потому что нам не интересно а потому что мы хотим расти вот и вот это как бы движение но как бы двигать вперед поэтому просто это как бы надо знать если там нравится то что как сейчас это все супер классно здорово вот но есть еще как бы чуть дальше но нужно сделать небольшой веселье не всем это надо естественно но как бы каждый должен знать что такая возможность есть и принять такое решение если нужно я хочу сказать что у меня есть и выходные и отпуске и так далее и это благодаря делегированию то есть я от оперативной работы абсолютно отказался я не беру в руки мышку и все-таки я себе сказал что моя работа там говорить по телефону до 9 вечера ну и слава богу или там до 8 но при этом то есть других способов выделить себе время на жизнь мне кажется вообще не существует да и у в этом году прокачки делегирование это крутая вещь и когда ты фикционист тебе наконец-то сдыхает да и ты понимаешь что ну пусть человек делает дольше да но это не буду не я я потратился время на другое это круто и благодаря этому можно начать спать я вот на своих лекциях рассказывал что сколько часов в сутки я спал там первые 5 лет своей профессиональной деятельности и потихоньку я доводил сон до максимального уровня сейчас сплю 8 часов всем рекомендуем больше не надо но иногда мы спим по 5 по 6 часов и даже тоже больше не надо но иногда надо я знаю некоторые люди есть дизайнеры которые спать важно как можно спать когда сдох перфекционист вы знаете интересно сегодня спикер была у нас из Санкт-Петербурга Ксения Измайлова и вот у нее в блоге я прочитал такую вещь надо делать максимально нормально то есть делать идеально не получается особенно на стройплощадке прям вообще идеально вот надо делать максимально нормально и тогда расстанется время на сон очень важно сейчас можно очень важный момент по поводу того как надо делать и что такое уровень качества он ставится внутри себя ты его для себя регламентируешь ты его представляешь клиенту и ты говоришь мы будем делать так не всем нужно супер идеальные качества кому-то надо там просто посоветовать как условно расставить покрасить что-то расставить да и ему как бы это окей потому что ну как бы он не готов там платить больше то есть именно нужно чтобы ожидание ожидаемое точное понятное качество и чтобы клиент и ты говорили когда говорили слово качество говорили об одном о том же чтобы ты не в перфекционистом был слишком сильно а А клиенту этому вообще не надо. И наоборот, чтобы клиент не был перфекционизмом, а ты, а, и так сойдет. То есть, когда договорились с две стороны, тогда вот самое прикольное. Я хочу подвести небольшие итоги нашего круглого стола. Предлагаю, конечно, действовать в рамках нашего тайминга. Хочу сказать спасибо всем спикерам. Сегодня было 12 спикеров и один модератор. Да, 12, у нас же было 4 блока, по 3 спикера. Это очень круто. Каждому отдельно я говорю спасибо. Хочу сказать спасибо Стасу, Стас, что ты всегда являешься участником наших мероприятий, несмотря на свою занятость и на разные часовые пояса, потому что мы порой будем тебя очень рано. Сегодня все отлично, сегодня не рано. Все хорошо. Спасибо за приглашение. Друзья мои, если кто-то... Стас, покажи книгу еще раз. Я возьму на себя опять смелость ее прорекламировать, не могу это не сделать. Огромная книга с огромным количеством знаний. Да, посмотрите, какая она толстенная. Вот. Я советую обратиться к Стасу и... Ну, и просто купить ее. Цена книги... Стас, какая? Сколько она стоит, скажи, пожалуйста? Есть информация? Стас, но я не знаю, потому что Стас не подарил книгу, когда я приезжал к нему в гости. Вот, за это тоже большое спасибо. А, вот ссылочка есть. Стас написал ее в чате. Проходите, 3000 рублей, но там доставка немного стоит. Мы в последний раз доставляли ее вообще в Новосибирск. Прям все вместе сразу взяли и доставили. Спасибо большое всем. Значит, сегодня тема нашего круглого стола была эффективное построение бизнеса в сфере дизайна. Мы разобрали 4 вопроса. Как зарабатывать с помощью дизайна интерьера, как определить авторитет компании на рынке дизайна, как организовать эффективную работу студии дизайна, как контролировать рентабельность в сфере дизайна. Я считаю, эти вопросы были очень важными. Цели нашего мероприятия, считаю, достигнуты. У нас сегодня было более 120 участников в онлайне. Вот, понятно, что плюс-минус люди заходили, выходили. Но регистрации у нас было более 300 на мероприятиях. Плюс мы еще отправляли гостевые ссылки. Аналитику мы дадим, наверное, завтра уже, да? Да, да, завтра дадим некую аналитику по количеству увлеченных людей, по охвату. Еще раз скажу, что это мероприятие прошло при поддержке центра «Мой бизнес». Мы сотрудничаем с этой структурой. Это именно те ребята, которые помогают развивать и, ну, помогают вообще предпринимателям, особенно в это сложное время. Вот, в каждом регионе такой центр есть. И если вы хотите в своих регионах организовать мероприятия подобные, пожалуйста, обращайтесь ко мне, я расскажу, как это сделать. Хочу сказать большое спасибо комиссии по дизайну и архитектуре «Опора России», то есть членам комиссии, которые сейчас тоже присутствуют в участниках этого мероприятия. Мы действительно проделываем очень большую работу, делаем большую работу. И вообще мы все вместе делаем большую работу. Спасибо всем, спасибо всем, кто сегодня подключался. И, кстати, вот Анастасия пишет, жаль, что в Калининграде такое не проводится. Настя, вы напишите мне в личный директ. Я расскажу, как мы можем проводить это все и в Калининграде, и в других городах России. Ну, мой директ найдите Андрей Радаев, нижнее подчеркивание, дизайн, инстаграм, ну, либо пишите на почту. В общем, ну, забейте, Сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов, или Радаев Андрей, найдете мой телефон, напишите в WhatsApp. В общем, кто хочет в своих регионах развивать вот такие вот мероприятия, пишите, будем двигаться дальше. Да, спикеров тоже прошу написать свои еще раз ссылочки, пожалуйста, для того, чтобы могли наши участники подписаться. Могу предложить всем, в принципе, разместить эти ссылки для того, чтобы подписаться на инстаграмы друг друга. Ну, что, что, еще раз, давайте развивать бизнес в сфере дизайна, давайте находиться в правом поле, это очень важно, очень нужно. Давайте поаплодируем всем спикерам, которые сегодня у нас были. Друзья мои, да, всем спасибо. Дипломы активным участникам мы отправим обязательно. Они у нас все будут высвечены, все данные по участникам, да, также у нас видно, кто сколько находится в эфире, кто заходит, кто выходит, то есть все мы это сделаем. Потом, если вы оставляли данные, их заполним, дипломы, и в электронобиде отправим для того, чтобы вы их распечатали. Это тоже важная вещь для формирования личного бренда. Ну, что, говорить мы можем бесконечно, наверное, да, да, всем спасибо, всем, да, спасибо большое, всем пока-пока, давайте, ребята, развивать дизайн дальше совместными эфирами.